Работая в новых условиях, мы нашли массу возможностей не прерывать связь с читателями. Актуальными форматами работы на сегодняшний день становятся виртуальные викторины, видеочтения, творческие мастер-классы, тестирования, публикации с подборками книг. Активное участие принимали в межбиблиотечных сетевых общероссийских, областных и межрегиональных акциях. Получено большое количество дипломов и сертификатов. Население в полном объеме получает информацию о наших ресурсах, услугах и мероприятиях. В условиях карантина мы обеспечиваем полный контакт с читателями своей библиотеки и максимально его используем. Наша творческая деятельность и просвещение читателей плавно перешло в социальную сеть ВКонтакте. Стараемся использовать самые различные по форме и содержанию мероприятия. Главное – правильно найти интересный, содержательный, полезный и своевременный материал для определенной целевой аудитории. Виртуальный формат нисколько не помешал общению участников, о чем говорят лайки и комментарии. Онлайн-формат интересен читателям, поэтому у нас появились новые подписчики, а значит новые читатели. Размещенный материал к 75-летию Великой Победы вызвал большой интерес не только у жителей села, но и за пределами населенного пункта. И мы хотим рассказать об этих мероприятиях и поделиться опытом работы в период самоизоляции. Сегодня 25 апреля и мы рады приветствовать вас на Всероссийской акции «Библионочь». Косулинская сельская библиотека впервые присоединилась к Всероссийской акции «Библионочь. Память нашей Победы». Мероприятие проходило в форме онлайн-трансляции в группе библиотеки. Основой мероприятия стал великий подвиг – победа в Великой Отечественной войне. Татьяна Черновская, стихия Мочтайлёга. Единнадцати нет, девчонка, невысока и очень худа. Письма носится. Почтальонка по прозванию Нюрка. Беда. Во время прямого эфира провели мастер-класс «Открытка к 9 мая». Прослушали стихотворение Татьяны Черновской «Почтальонка» в исполнении Хромцовой Виктории. Своими впечатлениями о прочитанной книге Бориса Васильева «В списках не значился» поделился Карманович Иван. Герои Бреста умирали, приближая в страшные первые месяцы войны. Очень тогда далекий день победы. А мы знали, что обречены, но продолжали бороться, бросая вызов смерти. Отечковская Юлия исполнила военные песни. И пока за туманами, и весьмотворенек, на окошке на девичье, все горит в лагонек. Подготовка к мероприятию проходила удаленно. С участниками встретились только в вечер проведения. Мероприятие прошло в теплой, дружеской обстановке. 9 октября состоялась областная акция «День чтения», в этом году посвященная Году памяти и славы, под девизом «Читаем книги о войне». Все библиотеки Свердловской области в этот день организовали различные мероприятия, направленные на приобщение людей к чтению. Косулинская сельская библиотека не осталась в стороне. В формате онлайн библиотека приняла участие в онлайн-марафоне громких чтений, «Читаем книги о войне». Я почитаю вам стихотворение Дмитрия Сиротина, про дедушку. Я прадеда не видел никогда, пропал он на войне на веки где-то. Не сохранила время ни следа, ни строчки, ни могилы, ни портрета. В онлайн-марафоне участвовали учащиеся сельской школы. Подобранное и прочитанное стихотворение про дедушку заинтересовало и самого автора Дмитрия Сиротина. Особую радость от прочтения стихотворения получили не только наши читатели, но и автор данного стихотворения. Популяризируя чтение и книги о Великой Отечественной войне, мы не даем прерваться живой нити памяти. Мы начинаем ежегодную всероссийскую акцию «Ночь искусств». В связи с обстановкой мероприятие проходит в формате онлайн. И под традиционным девизом «Искусство объединяет». Прямой эфир «Искусство объединяет» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне, прошел в Касулинской сельской библиотеке. Солдатки. Как тяжела была война для многих воевавших, но тяжелее она была для женщин с фронта ждавших. Болела сердце по ночам за брата, мужа, сына, тоска давила и печаль за умерших невинно. В тылу солдатками их звали, и в непростые времена они надеялись и ждали, что скоро кончится война. Ты знаешь, мне приснился сон, что нет войны и цел наш дом. Играют дети на лугу, и я рукой им машу. Все как обычно, беззаботно, с утра спешат все на работу, а мне не спиться по ночам. Все думаю о том, как тяжело в бою бойцам под пулей и огнем. Вчера сынишка подошел и сунул молча в руку кусочек сахара, письмо и хлебушка к раюху. Сказал, отцу бы передать, а я не знала, что сказать. К себе прижала потихоньку, ведь сын не знал про похоронку. Ты не горюй, не плачь, родная, мы его тоже без конца. Все просят, чтобы я узнала, нет ли вестей от их отца. А я боюсь даже подумать о том, что нет его в живых. Наши бойцы непобедимы, давай помолимся за них. Там среди смерти, среди крови мы их согреем теплотой. Дождутся матери и жены, когда бойцы придут домой. Вернитесь, братцы, вы живыми. Я знаю, это нелегко. И что бы там ни говорили, победа уж недалеко. Вам тяжело, порою страшно, а за вами в тень уходит смерть. Но научились вы бесстрашно и каждый день в лицо смотреть. Мы стерпим все, а вас дождемся, лишь бы закончилась война. Тех, кто из боя не вернется, мы не забудем никогда. О теме Великой Отечественной войны в литературе рассказала жительница села Касулина Людмила Сергеевна Курьина, а также прочитала авторское стихотворение «Солдатки». Танец, танцы не переключались даже во время войны. Люди находили силы и время, чтобы танцевать. Кто-то был сильно ранен, кто-то почти не мог ходить. Но они танцевали, чтобы отлезть, откликались, чтобы танцевать. В День Победы до сих пор есть традиция танцевать вальс. Это особенный танец. Он прошел войну. Тачанка, цыганский танец, яблочко, танец сатарских мальчиков. Все это танцы военных лет. Участники танцевального коллектива «Восторг» Касулинского дома культуры «Юбилейный» познакомили нас с информацией о жизни танцевальных коллективов в войну. «Играет våьющие на культуры» «Играет відомин Boyki» «Юбилейный» «Играет музыка» «Играет музыка» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Искусство стало действенным оружием против врага, поднимая боевой дух армии. И на деле доказало, что кисть, резец и карандаш могут быть грозным оружием в борьбе с врагом. На выставке по теме «Как хорошо на свете без войны» представлены работы детей группы «Гусинки». Библиотекарь Нина Анкиндиновна познакомила с выставкой работ воспитанников детского сада «Родничок». Выставка была оформлена в читальном зале библиотеки. В годы войны огромное место занимали фронтовые бригады и фронтовые театры. Они выступали в действующей армии. Их роль была настолько велика и напоминает, что победа добывалась не только оружием. Участники кукольного театра предлагают сказку «Как заяц в армию пошел». Жил-был в лесу зайчишка. И всего он боялся. И волка, и лисы, и охотников. Это история о том, как чувство патриотизма находит отражение даже в среде сказочных жителей леса. Мультфильм был опубликован в группе ВКонтакте, а также размещен на YouTube-канале Библиотеки. Каждый кавал победы на фронте и в дыру. Взрослые дети носили свой вклад в победу над фашизмом. Вместе с ними в строй стала песня. О том, как песня на фронте помогала, рассказала Анна Алексеевна, руководитель вокального коллектива «Унисон». Я понимаю в небу глаза, как я упала, сколько слезам. Небо на векре плачет о том, крики и выстрелы ночью и днем. Небо на векре плачет о том, крики и выстрелы ночью и днем. Мир, 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 вся небо, мир, 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 вся небо, мир, мир, вся небо, 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 вся небо, мир, вся небо, 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 вся неб Субтитры создавал DimaTorzok В заключение хочу сказать, что только от нас зависит, как мы проведем этот непростой и непривычный для нас отрезок времени. Поэтому мы проводим его с пользой и для себя, и для читателей. Мы получили новые возможности для работы с удаленными пользователями. Чтобы быть востребованными, сотрудники должны показывать результат. Пандемия показала, что библиотеки останутся, так как людям нужны книги, ресурсы и общение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok